Здравствуйте! В эфире новости губернии. В студии Олег Зверев и в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. Кандидат, который уже победил, областные единороссы подвели итоги внутрих партийных выборов и определились, кого они хотят видеть губернатором Самарской области. Гражданская активность или самоуправство? В Самаре обсудили юридический аспект молодежных акций. Стоп-хам или просто показной беспредел? Мы выясняли. Он все-таки полетит. Энтузиаст и романтик, который 10-й год конструирует в гараже самодельный вертолет, наконец-то закончил работу и вывез свою чудо-машину на испытание. Наша съемочная группа продолжает следить за судьбой изобретения и изобретателя. Выбор сделан. На внеочередной конференции регионального отделения «Единой России» подвели итоги праймерис и сообщили от партии на выборы губернатора Самарской области 14 сентября, как и ожидалось, выдвинут Николай Меркушкин. Напомню, предварительное голосование проходило в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокубышевске. Это была не просто формальная процедура, предусмотренная законом на каждой встрече, живые дискуссии и обмен мнениями с однопартийцами и населением. И впервые праймерисы стали площадкой не для спора, а для обсуждения общей концепции предвыборной программы. Каждый имел право высказать свое предложение по дальнейшему развитию региона. Анна Архипова обобщит. В зале больше двух тысяч человек, представители практически всех первичных отделений «Единой России». В президиуме не соперники, а соратники. Еще в начале праймерисы отмечали, что предварительное голосование процедура обязательная, но они все единогласно одобряют кандидатуру руководителя области, которого ранее поддержал президент. Кандидатура на данный момент это единственная, которая самая оптимальная, а самое главное у него колоссальная работоспособность. Наша задача общая не просто не мешать ему, а помогать, потому что все, что он говорит, все, что нам нужно сделать и что делается, все это для нашего блага, для нашей комфортной жизни. Если мы все вместе будем работать и поддерживать губернатора для того, чтобы получилось все, что он задумал, я думаю, это будет самой главной нашей победой. Активное участие населения в выборах – залог успешного развития региона неоднократно отмечал Николай Меркушкин. Согласно социологическим исследованиям, партию власти поддерживает 54% жителей Самарской области. Мне бы хотелось, чтобы как можно быстрее в стране мы у себя, на себя посмотрели по-иному, мы были более организованной, сплоченной политической силой, сама партия, а самое главное народ, объединившись вокруг власти, вокруг партии, для того, чтобы эта сила, скажем, более сплоченная, более организованная, более мобильная могла с значительно большей эффективностью решать те проблемы, которые мы имеем. В Самарской области из абсолютных лидеров по экономическим показателям за последние 10 лет перешла чуть ли не в аутсайдеры. Дефицит бюджета лишь на этот год 17 миллиардов рублей. 65% продовольственной продукции импорт, в 6 раз сократилось сельхозпроизводство, но ситуацию удается выправлять. В частности, уголовные дела по начатому, но так и недостроенному жилью доведены до суда. Хочу выразить самые теплые слова благодарности Николаю Ивановичу Меркушкину. Только при его непосредственном участии, при его непосредственной поддержке мы смогли сдвинуть данную проблему с мертвой точки. Общими усилиями под руководством Николая Ивановича, я думаю, справимся с этой проблемой и граждане обретут свое долгожданное жилье. Абсолютным большинством однопартийцев поддержали Николая Меркушкина. Теперь выбор за жителями. 14 сентября станет ясно, по какому курсу будет развиваться 63-й регион в ближайшие 5 лет. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Первые аккорды, первые костры и настроение туристической романтики. Грушинский фестиваль снова собрал сотни тысяч любителей авторской песни. Пока участники размещаются и обустраивают быт, а все самое интересное по традиции на закрытии. В том, что бард это все-таки образ жизни, теперь не сомневается и Татьяна Пудова. На поляне уже с первых дней фестиваля практически нет свободных мест. Палатки здесь максимально близко друг к другу. И с каждой доносятся знакомое про милую и про то, как здорово, что собрались. Впрочем, за 41-летнюю историю изменился и Грушинский, и сами барды. И не только барды, но главное, поют от души. Живой этнос, я не знаю, это невозможно описать чувства, которые ты испытываешь, когда слушаешь реальную, живую музыку. Пусть она слегка осовременена, но она самобытна. Вот он ужин барда, попробуем узнать секрет. Ну, секрет не секрет, а действительно своеобразие какое-то есть пища здесь, на Грушинском. Раньше вот здесь были костры, котелки, запаленные все. Вот этот один из ветеранов. Но он пережил свое время, от костра перешел к современным газовым плитам. И сейчас на Грушинском мы готовим вот все на газовых плитах. Но вкус остается прежний, потому что котелок помнит тот вкус туристского костра. И этот вкус обязательно переносит сюда, на этот современный прибор. Пока одни заняты хозяйством, другие заняты в конкурсных отборах за право выступить на главной сцене. Все самое интересное гостей и участников ждет завтра. Всех сюрпризов организаторы не раскрывают, но кое-что рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции. Уже заехали и обосновались и председатель худсовета Олег Митяев и председатель жюри Александр Городницкий. То, что Грушинский снова единый на прежнем месте, признаются, не может не радовать. Самая огромная ценность – это традиция. Она не достается просто так. На это потрачено 40 лет. 40 лет люди здесь собираются. Это такое намоленное место, и мы не должны потерять эту традицию. Я очень рад, что мы имеем единый сейчас фестиваль. Понимаете, песня – то, что должно объединять людей. Я хочу просто выразить благодарность властям местным, и губернатору, и Ольге Васильевне, и всем тем, кто предложил большие и очень непростые усилия для восстановления. Когда мы говорили о том, что нужно фестиваль в таком виде проводить, прежде всего цель была – это, конечно, любовь к родину. Это, конечно, любовь к истории, любовь к русскому языку. Потому что бардовская песня без этой основы не может существовать. В этом году на участие в Грушинском было подано несколько сотен заявок. Это почти 300 авторов и около 500 песен. Для многих фестиваль уже стал частью жизни. Кто-то посчитал, что у лестницы на знаменитой горе 365 ступенек. Каждый из них, по сути, день из жизни любителей авторской песни, который приближает долгожданную встречу на Мострюках. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии. Гражданская активность или самоправство? Силовики и общественники обсуждали видеоролики, широко представленные в интернете. Которые выкладывают представители молодежных движений. Стоп-хам, нарко, стоп, окупай, педофиля. И так считают юристы. Силовики, участники всех этих групп в той или иной степени нарушают закон. Василий Иванов узнавал, как примирить искателей правды из народа и полицейских. Это ролики движения Стоп-хам. Молодые люди предлагают водителям соблюдать закон. Чаще всего обращаются к владельцам неправильно припаркованных или едущих по тротуару авто. В случае отказа на лобовое стекло клеят баннер. Иногда доходит до драк. Все это снимается на видео и выкладывается на YouTube. География вся России. Есть также отделение в Самарской области, например, в Тольятти. Это касается достоинства человека. Но если окажется, что машина во дворе стоит с нарушением правил парковки, и оказывается, что этот человек хозяин этой машины, он здесь действительно живет, это будет соединено и где-то проверить, может быть, какой-то результат будет. А так, как они делают, это бессмысленно, оказывается, иногда. Ну, пошумели, ну, известность приобрели. Впрочем, только правилами дорожного движения молодые люди не ограничиваются. Вот, например, так гражданские активисты из Волгограда борются с теми, кого считают педофилами. Второй карман. Какой? Какой? Вот этот вот. Ой, ой, пора. Силовики, впрочем, уверены, реальная польза от такой народной борьбы очень небольшая. Начинает провоцировать, как уже было выше сказано, начинает провоцировать человека вступить в контакт с несовершеннолетним, играя на его, ну, не совсем здоровой, так скажем, психике. И потом нам становится очень сложно, вообще сложно очень его отслеживать, потому что они останутся более осторожны. Попали в поле зрения борцов с улицы и наркодилеры. Впрочем, с ними борьба ведется с переменным успехом. Участники серьезно рискуют, не имея ни оборудования, ни специальных навыков. Выход для тех, кто действительно хочет помочь правоохранителям, есть, уверены сотрудники МВД. Для этого представителям активистов и полицейским нужно сотрудничать. Скорее всего, будет установлен контакт непосредственно с руководителем того подразделения, который отвечает за то или иное направление работы. И путей для взаимодействия очень много. Главное, чтобы было желание, главное начать. Можете начать с пресс-службы областного главка. Мы поможем им выйти на того или иного руководителя. Словом, правоохранители призывают объединить усилия. Только вот как и когда это произойдет, а главное, каким образом будут сотрудничать, пока неизвестно. Василий Иванов, Сергей Осьмачкин. Новости губернии. Продолжаем выпуск. Повышенный класс пожарной опасности, четвертый, объявлен в большинстве районов области. В региональном Минлесходе предупреждают. В выходные ситуация может усугубиться. Согласно прогнозам синоптиков Приволжского гидромета, намного прохладнее не станет. А ситуация осложнит порывистый ветер. Его скорость может достигать штормовых отметок. Посещение лесов в таком случае запрещено категорически. Пока доступ в зеленые зоны открыт лишь в Похвестневском и Кенельчеркасском районах, так как местные леса не относятся к хвойным. Награды только лучшим. Глава региона Николай Меркушкин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. В зале собрались почти все сотрудники трех портов – Самарского, Сызранского и Тольятинского. Так масштабно этот праздник не отмечали уже 20 лет. О возрождении традиции и большом будущем Виталий Портнов. Символичное, в каком-то смысле, историческое фото на память. Речники такой большой компании давно не собирались. Спустя 20 лет за это время сменилось не одно поколение работников морского и речного флота. Подарки, поздравления со сцены и вообще такой масштаб празднования для многих стали неожиданностью. Большая вода, волны и суда. Без них тоска, признается Геннадий Емелин. Простой интерес к профессии в юношестве. Теперь занятие всей его жизни. 46 лет службы в Самарском речном порту. Работа, говорит, тяжелая, но остаться на берегу навсегда желаний никогда не возникало. 27 лет я уже возглавляю коллектив «Земсоряда» 505-го. В команде у нас 19 человек. Ну, в общем-то, ну как вам сказать, работаем. Добываем песок для области. За особые заслуги, работу с новой техникой, постоянная учеба и воспитание новых поколений. Почетный знак трудовой славы теперь красуется на Грузии. Обладателей такой высшей награды ее очередили два года назад в регионе немного. Не вручается самим речным, которые вынесли огромный вклад, и не начальникам, а такому сгину, среднему и рядовому сгину. С ней идет большая материальная поддержка. 167 тысяч рублей и часы на память от главы региона тем речникам, которые отстаивали свой порт. Это когда еще были планы по его переносу. С 2011 года началось движение о том, что на месте Самарского порта планировали построить стадион. С приходом Николая Ивановича Меркушкина ситуация резко изменилась. Николай Иванович, видимо, очень хороший и хозяйственный, на мой взгляд, очень хороший хозяйственник. И он понял, что действительно это место не для стадиона. Стадиону определили новое место, а речники продолжают работать на прежнем. И вновь готовы принять в свой коллектив молодые руки. Николай Меркушкин лично вручил выпускникам-отличникам красные дипломы. Мы обещаем, что выполним любое задание. И что бы ни случилось, мы никогда флот не опозорим. Спасибо, что праздник у меня. Глава региона подчеркнул, Волга – главное богатство области. Поэтому и постоянная поддержка областного правительства на развитие речного флота, грузовых и пассажирских перевозок. Самара сейчас лидер среди других регионов ПФО. Время пришло собирать камни, делать все так, чтобы все, что полезное, все, что эффективное, все, что привлекает людей, использовать на благо людей. Сейчас будем делать все, чтобы сделать новую программу, конкретные шаги для того, чтобы это направление очень активно развивалось. В планах увеличить объемы перевозок и количество маршрутов для пассажиров. Так, этим летом же открылись четыре новых остановочных пункта. На направлениях Самара-Винновка и Самара-Зольная. По два на каждом. Виталий Портнов, Александр Дудко. Новости губернии. Романтик высокого полета или малая авиация кустарного производства. Тольяттинский изобретатель провел испытания своего самодельного вертолета. С Дмитрием Дмитриевым наша съемочная группа уже встречалась. Тогда он вовсю работал над своим главным детищем. Машину в гараже он собирает уже десятый год. И казалось, сам процесс для него уже стал важнее, чем результат. Но нет. Он все еще мечтает о небе. Мы тоже верим, поэтому отправились пожелать конструктору удачи. Мотор ревет, лопасти крутятся. Они провели вместе девять долгих лет на земле. Но оба мечтают о небе. И вот долгожданные испытания. Но чудо-машина так и не отрывается от земли. Изобретатель-самоучка проверяет работу механизмов. Конструкция, надо сказать, уникальная. Двигатели, приборная панель от Вазовской 11-й, бензобак из двух кастрюль. Вертолет Дмитрий Дмитриев мастерит собственноручно. В гараже, без чертежей. И кажется, сам процесс его настолько увлек, что и результат уже не так важен. Вот и в этот раз нашел, над чем еще нужно поработать. Я ее разберу завтра и раму порежу. Беру только агрегаты, которые проверены. И под них буду уже делать новую раму. Более легкую, изящную и с правильной центровкой. Потому что у этого аппарата центровка слишком задняя. На нем нельзя из-за этого подняться. Оторваться с земли. Как только происходит отрыв, задняя часть сразу заваливается. На открытой площадке, но в черте города, испытывает свое собственноручно сконструированное чудо техники. Казалось бы, часто ли такое увидишь? Вот и Дмитрий ждал, что будет ажиотаж. А зрители покоя не дадут. Но не тут-то было. Тольяттинцы, видимо, уже не верят в такие чудеса. Поселок вот здесь находится. И в магазин постоянно люди ходят, ездят, ходят. Вот с утра здесь, ну, несколько сот человек, наверное, прошло. Хоть бы один подошел, посмотрел. Ну, ради интереса просто, что такое никто, не один. Раньше так не было. Это вот буквально лет пять назад я стал замечать. Люди другие какие-то становятся. Дмитрий снова меняет шлем на привычную кепку и подвязывает лопасти, чтобы не мешали дорожному движению. В этот раз не вышло. По знакомому наземному маршруту они вдвоем возвращаются домой. Но изобретатель верит и точно знает, что когда-нибудь его вертолет поднимется в небо. И вот тогда все увидят. Не перевелись еще в городе автомобилей романтики высокого полета. Татьяна Потоцкая, Егор Майоров. Новости губерния. Тольятти. Будущие молодожены Самары поборолись за главный приз в проекте «Свадьба года» – организацию торжества «Под ключ». 75 пар подали заявки на участие в конкурсе. 30 из них встретились в научном кастинге проекта. Финалисты показали свои актерские таланты, умение танцевать и импровизировать. Кому улыбнулась удача, смотрите в нашем материале. 30 влюбленных пар и только один главный приз. Истории любви здесь самые разные. Цель у всех одна – пожениться. Романа и Дарью, как в песне, музыка связала. И сети виртуальные. Мы познакомились через интернет, соцсеть. Потом, можно сказать, связала нас музыка. Роман играет на гитаре. Я училась играть на гитаре, как раз мы переписывались. В один прекрасный день у меня порвалась струна. Я обратилась к Ром за помощью. И, конечно же, как мужчина он не смог оказать. И вот так мы встретились. И после этого мы неразлучны. Участники проявили свои актерские таланты, умение импровизировать, танцевальное мастерство. И даже побывали в роли моделей на фотосессии. Главный критерий оценки жюри – оригинальность. Конкурс «Свадьба года» 2014 проходит в Самаре впервые. Но этот конкурс уже успел стать значимым, уникальным, масштабным событием в жизни города. И интерес к нему очевиден. Об этом говорит не только активность наших партнеров, но в первую очередь и, прежде всего, активность участников конкурса. Удача в этом конкурсе улыбнулась самой яркой паре проекта – Александру Ляпину и Анастасии Севастьяновой. Их свадьба не будет стоить молодоженам ни копейки. Все – от нарядов до банкета в подарок. Остальные примут участие в онлайн-голосовании на сайте 63.ru. Тройку лидеров наградят ценными призами. Ольга Молчкова, Екатерина Алексеева, Александр Дмитриев. Новости губернии. И в завершении выпуска о погоде. Она в ближайшие выходные будет переменчивой и непредсказуемой. Завтра днем синоптики Приволжского гидрометцентра обещают 30-ти градусную жару, а уже к вечеру возможно снижение температуры до 20 градусов, усиление ветра и местами осадки. В воскресенье также, вероятно, кратковременные ливни с грозами. Карты спутал циклон, который переместился на территорию региона. Ну и по народным приметам, видимо, Всероссийский фестиваль авторской песни «Как же Крушинский и без дождя». И на сегодня это все новости. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok В севере и западе региона 26 со знаком «плюс». На востоке и юге до 28 выше ноля. Ночью в Самаре ясно от 19 до 21 тепла. И днем в областной столице Итальяти переменная облачность 26-28 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин